Всем привет, девочки мои! Идём в детский сад. Не вылазилась дома несколько дней, на улице жара. Вообще не хотелось никуда выходить. Поэтому я захожу в магазин, набираю полные руки продуктов, чтобы затарить холодильник. И не вылазить без надобности вообще никуда. Но у меня сегодня радость. У меня сегодня горячую воду дали. Наконец-то! Греть не нужно ничего. Вот так вот мы привыкаем, знаете, к удобствам. И вот только у нас отключают воду, свет. И даже вот горячую воду, казалось бы, уже неудобство. Надо воду греть, чтобы искупаться. Тоже лишние какие-то движения. Я, как видите, вышла на солнышко, одела шляпку, чтобы мне голову не припекало. Почитала ваши комментарии, девочки. Многие пишут, что отпороли бы вот эти вот нашивки, там, ну, там вышивка. Ну, я так думаю, что если я сяду этим заниматься, у меня на это уйдет. Я точно могу, может быть, лучше. Ну, так как я эту шляпку купила не для красоты, чтобы так покрасоваться ходить в ней. Чисто вот, когда в садик иду, вот я как раз иду, у меня солнышко сейчас сзади припекает. А оттуда буду идти, будет в глаза светить на голову. Поэтому я взяла ее чисто так, закрыться от солнышка и все. Поэтому я думаю, что ее редко буду одевать. Вот второй раз только одела за все время. Ну, на улице вот сегодня так чуть-чуть ветерочек дует. Когда чуть-чуть ветерочек дует, оно вроде бы ничего так охлаждает. Шляпа, кстати, на меня вот она вроде как раз. Но ветер дует, и она, боюсь, что может улететь. Надо придерживать ее как-то. Короче говоря, девочки. Что у нас сегодня с Настей? Настю забираю. Нам нужно зайти в магазин. Продукты купить. Всякие разные, фрукты какие-нибудь. И хлеба. Да, еще много там чего. Посмотрим. Ну и... Не знаю, может быть, немножко погуляем чуть-чуть. Так-то вроде бы сейчас не такое уж пепло. Оно 30 градусов. Но во всяком случае... Ветерочек немножко обдувает, и в тени нормально, терпимо. Нормально. Ой, сейчас по тенечку пройти. Одно удовольствие, благодать. Так, заодно я как раз хочу посмотреть, сняли урожай или нет. Что-то я не вижу. Вишни, черешни тут. А, вот, они уже даже почернели. Ну, понятно, кто его будет снимать, этот урожай. Там сколько достанут, обнесут. В тенечке хорошо, но солнце прямо не очень. Вот, когда сижу дома, девочки, на самом деле особо и снимать нечего. Даже по такой жаре и готовить особо ничего не хочется. Печку включишь, это еще жарче становится. Поэтому... И нечего снимать, поэтому я уже стала пропускать. То через день я выпускала видео. Последнее время, вот через два стала выпускать. Ну, с другой стороны... Ну, че-то вот такую жару, конечно, переносить очень тяжело. Даже находясь дома под сплетом, все равно какая-то вялость, сонливость. С этим ничего не поделаешь. Да, я смотрю, деревья стоят. Но те, которые низкие, ветки, их уже поогнесли, ничего нет. В общем, сейчас потенечку, потенечку. И пойдем. И узнаем, что нам Наса сегодня расскажет. В каком она настроении. У нее бывает иногда настроение. Хочется поговорить, поболтать, покривляться. Она с удовольствием что-то рассказывает. А бывает у нее настроения нету, и она не хочет ничего рассказывать. Молчаливая. И бывает у нее просто вообще нету настроения говорить. Ну, я тогда и не навязываю. Я ей просто предлагаю. Хочешь сняться. Не хочешь, значит, ей не надо. Вот так. Это ее дело, личное настроение. Посмотрим, какое у нее сегодня настроение. Может быть, она нам что-нибудь расскажет интересное, новое. У нее же жизнь кипит в детском садике. У меня вот эта шапка, честно говоря, как парусник. Чуть-чуть ветер дунет, и она у меня улетает. Тут надо такие веревочки, знаете, как у ковбоев, чтобы она совсем не улетела. Надо уже о веревочках подумать, может, пришить. Да, может быть, и сниму сейчас. Буду снимать, одевать так. На солнце буду выходить, одевать. То одевать, то снимать. В руках снести ее не хочется. Ну, что, в пакетик положу. Так, ну все. Скоро уже дойдем. Всем привет! Вы смотрите. Опять я с вами. И сегодня в садике у меня прошел день отлично. Сегодня мы играли в простую игру. Мы играли в школу роботов. В школу роботов это было так. Мы там не учились, ничего не делали. Это было, то есть, роб... Ну, как-то такая. То есть, роб... Ну, туда роботы приходили, и я их лечила. Потом, то есть, у нас там шляпу кто-то забыл. И по кабутке какие-то провода мы одевали. Потом мы на эту шляпу так нажимали, и как будто они потом дрожат. Больше ничего такого. Только приходили, и мы вот так делали. Почему волосы у тебя распущены? Потому что они у меня мокрые. Ну, расскажи, почему они у тебя мокрые. Ну, я... Я... Как вам сказать? В бассейне купалась. Да, в бассейне два раза купалась. Представляете? Два раза. Скажи, вот в такую жару мы выходим, и сразу у нас в бассейн купаться. Да. Ну, это ж классно, что у вас бассейн есть. Очень классно. То есть, смотрите, когда мы гуляем, нам не говорят, идти в бассейн. А когда мы заходим в группу, ну, уже по лестницам идем, там говорят девочки, кто в бассейне купается, тогда он должен идти переодеваться. А кто не купается, он просто идет в раздевалку и одевает уличные дамки. Все, девочки, мы пришли домой. Мы купили малину, черешню, мороженое, пирожное, в общем, всякие вкусняшки. Включили мы мультфильм «Рапунцель», да? А Настюля наслаждается малиной. Я когда малинку купила. Да. У меня еще есть кекс, я сама сделала его. Кекс вкусненький. Компотик. В общем, много вкусностей сегодня будем кушать. Девочки, посмотрели мы с Настей вот этот вот фильм «Маленькие волшебницы». Тут 6+. В общем, хороший фильм. Мне тоже понравился. И Насте понравился. Да, Настюля? Да. Все, мы наелись. Поели блины с творогом, малину, мороженое. А кексик уже Настя не захотела есть и черешню не захотела. Ну, бабушка, конечно, с собой завернула и кексика. И черешенки. В общем, скоро за Настей придут и заберут уже ее. Ну что, всем пока-пока. Увидимся в новом видео. Пока-пока. Все, давай, целуй бабушку. Ты наелась? Да. Я тебе черешню положила с собой, кексик, дома покушаешь. Все. Всем спокойной ночи. Всем пока-пока. Пока-пока. Ну все, девочки, Настю проводила. И вам я скажу спокойной ночи. Увидимся завтра. Всем привет, девочки мои. Доброе утро. Я себя поймала на том, что мне очень трудно выходить из дома. Ну, трудно в смысле в том, что очень не хочется. Очень не хочется. Вот туда, куда сейчас мне надо зайти, вроде бы недалеко. Но из-за того, что вот это жарко, я себя уже всю неделю уговариваю. Уже неделя близится к концу. А я все уговариваю. Пойди, сходи, узнай. Мне нужно кое-что узнать. Ну и заодно кое-какие продукты прикупить. У меня немножко не хватает продуктов, чтобы приготовить то, что я хочу. С кабачками, с баклажанами, с фаршем. Такой соус типа. Вот. Так что надо кое-какие овощи мне прикупить. И вот уже в конце концов я себя взяла прямо за шкирняк. Заставила выйти из дома. И ловлю себя на том, что в такую жару, а она начинается уже с утра пораньше, я становлюсь вяленькой. И мне уже, знаете, сон клонит днем. То ночью я уснуть не могу. То днем хочется спать. Непонятное что-то. Все перевернулось. Вот хочется идти по тенечку. Я уже выискиваю, где что-то тенечек найти. Вот. Короче говоря, я так думаю, что пока вот эта жара сильно не спадет, могут у меня выходить видео с перебоями. То есть не так, как раньше, через день. А где-то, может, через два. Ну, потерпите, мои дорогие. Потому что тяжело мне дается эта жара. 32 градуса у нас сегодня. И дома с утра уже... Ну, ветерочка практически нет. С утра уже начинается жара. Так, ну ладно, девочки, пошла. Я сейчас выхожу уже на солнце. Сейчас быстренько-быстренько нужно занырнуть в контору. Вот странно, еще не вечер, но столько машин уже что-то тут ездит. Прям пробки даже какие-то. Вот палаточка, которая недалеко от дома у меня находится. И вот сейчас я тут хочу просто прикупить всякие овощи, фрукты. Конечно, чтобы ни на какой рынок не идти и не тащиться, эту тяжесть не тащить. Вот баклажаны есть по 100 рублей. Я их сейчас и возьму. Как раз перчик. Что-то еще фрукты всякие разные. Сейчас наберу что-нибудь. Травушка-муравушка зелененькая. Я смотрю, как красиво высадили, девочки, цветочки. Тут у нас растения такие красивые. Молодцы, молодцы. Все, иду домой. Так, девочки, пришла я домой. Дома прохладненько, хорошо. В общем, я хочу сделать типа овощное рагу с фаршем. У меня фарш индюшины. Вообще я люблю свиноговяжьи, но у меня сейчас его нет. Любимый фарш, какой у вас есть, можно его приготовить. Лук, болгарский перец, помидоры, баклажаны, кабачки. Больше никаких продуктов я сюда не буду отправлять. Никакой картошки, ничего. Сейчас у нас время вот этих овощей. И с удовольствием, с удовольствием я их сейчас буду готовить. Сначала я лук порежу и закину на обжарку с фаршем. А потом туда добавлю все остальные овощи. Можно их крупно нарезать, можно там средне нарезать, как любите. И количество тоже, как любите. Каких-то побольше, каких-то поменьше. Но именно кабачки с баклажанами, с болгарским перцем и помидорами. Вот это шикарное просто идет сочетание продуктов. Ну и естественно лук, мясо там. Конечно, если бы там была свинина с говядиной, оно бы свой аромат дало. Вот. Ну и в процессе потом надо будет посолить, поперчить. Лавровый листик кинуть. И в конце уже зелень. Так, я включаю режим жарка. Немножко растительного масла, чтобы это можно было обжарить. Отправляю туда лук. Сейчас он чуть-чуть пожарится и добавлю туда фарш. И чтобы оно все это немножко обжарилось. Пока все это будет готовиться, я хочу сейчас просто по-быстренькому порезать такими крупными кубиками. Буду резать крупными кубиками. Прям вообще. Я, честно говоря, люблю прям вообще крупные. Раньше я готовила это блюдо, я вообще кольцами. Баклажаны и кабачки резала кольцами. Ну, сейчас такими вот четверть кольцами, можно сказать, по сантиметру толщиной делаю. Ну, чтобы они не были кашей, чтобы они были как бы отдельно вкусовые качества. Все, конечно, вместе потушится. На режим тушения на час поставлю. Можно на режим варку поставить, только на медленную. Если на плите. Можно готовить, конечно, на печке, если мультиварки нет. Сейчас такая жара, честно говоря, от печки исходит, естественно. Печка прогревается и пар идет в комнату. Поэтому мультиварка в помощь. В летнее время вообще, когда жара, мультиварка вообще выручает здорово. Вот. И, конечно же, над печкой не стоять. Я сейчас все это закину, чуть-чуть водички добавлю. Поставлю режим тушения. И при спокойненько пойду каком-нибудь сериальчик смотреть. Все, оно будет тушиться где-то около часа. Ну, наверное, час или 50 минут. В принципе. На медленном таком оно, как бы, медленной мощности. Ну, поэтому медленно-медленно кипит. Можно и час поставить. Ничего страшного с продуктами не произойдет. Они будут целенькие, хорошенькие. Так, у меня начинает там что-то шипеть. Я сейчас это все помешаю. Лук. И потом отправлю туда в фарш. Так, ну и все остальное, в общем, буду резать в том же духе. Так, ну что тут у нас происходит. Фарш уже поджарился. Ну, во всяком случае, он закрылся уже. И все, я порезала кабачки, баклажаны, помидор. И уже можно закидывать. Так, режим жарко я выключаю. Пусть пока накипает. И вот это все уже можно туда закидывать. Добавлю чуть-чуть водички туда. Где-то с полстаканчика. Я хочу, чтобы сок, оно дало свой, все эти овощи, прям свой сок, чтобы дали. Вот, горяченьку водичку закинула. Сейчас я еще туда перец добавлю. И уже закрою крышкой. И пускай оно тушится. В общем-то, в принципе, вот эти вот начальные овощи все у меня уже тут готовы. И уже где-то оно, может быть, там через полчаса можно будет закинуть. Соль туда, лавровый лист, такое все. Зелень только в самом конце, минут за 10 до конца можно закинуть. Так. Ну, перец я режу поменьше. Небольшими такими кубиками. Так, нож притупился. Быстро тупится от этого нож. Так, ну, в общем, все понятно, да? Все, я это сейчас закину. И будем смотреть дальше. И поставлю режим тушения. Так. Так, все, я включила режим тушения на час. Ну, тут у меня показывает час, это если с мясом. А если бы это было без мяса, то 35 минут, если бы это было только овощи. Ну, так как с мясом пусть тушится подольше. Так, все, водичку налила, закрываем и пусть тушится. Так, до конца осталось 28 минут. Посмотрим, что тут. Так, кипит все. Лавровые листья кидаю сюда. Перчик. Чуть-чуть. Соль вкусная. Так. Пока хватит. Сейчас я все это перемешаю. Ну, хорошо, как тут все. Как хорошо пахнет. Вообще классно. Покажу вам, девочки. Вот как все выглядит. Прекрасно. Так, ну, я уже нарезала зелень. Нарезала петрушку, укропчик побольше. И зелень я закину за 10 минут до конца варки. А сейчас я закрываю крышкой все. И пускай продолжает оно дальше тушиться. Вот и все, девочки. Мое блюдо готово. Вообще, мое любимое блюдо. Я очень люблю его кушать летом. Когда куча вот этих всех овощей свеженьких. Прямо. И с грядки, можно сказать. Сейчас оно остынет. И я его буду кушать. Пора обедать мне уже. Ой, девочки, покушала. Соус вот такой. Преотличненький. Ну, я не знаю. Называю это соус. Это овощной рагу. В общем, как угодно называйте. Самое главное, что там куча овощей. И все это с мясом. Можно делать без мяса, если кто мясо не ест. Но с мясом вкуснее получается. В общем, короче говоря, наелась. Вкусненько очень. Ну, а сейчас я хочу смонтировать это видео. Потому что у меня потом дальше не будет времени. Сегодня вечером я буду занята. Завтра с утра буду. И завтра вечером буду занята. В общем, видео получилось все таким коротеньким. Но, надеюсь, может быть, другое видео будет подлиннее. В общем, девочки, на этом я хочу с вами попрощаться. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан. Обязательно. Ставьте колокольчик, не забывайте. Пишите комментарии. Я с удовольствием читаю ваши комментарии. И, в общем-то, до новых встреч. Пока-пока. Пишите комментарии.